Сегодня будет DIY. Сделай своими руками. И кстати говоря, DIY теперь будет выходить достаточно часто, потому что я уеду на 2 недели, ну дней так на 11, и возможности снимать полноценные годные видеоролики у меня нет. Именно поэтому я буду снимать DIY. Ну вернее, все эти видеоролики я уже давно отснял, и я буду выкладывать их на момент отъезда. Так что теперь не нужно бомбить по поводу того, мамик скатился и снимает одни DIY. Я бы с радостью снимал другие видеоролики, но к сожалению у меня не будет возможности. Так что что есть, то и будет. Короче говоря, ребят, я не буду вас отвлекать, переходим к теме сегодняшнего видеоролика. Сегодня я буду делать хот-дог. Большой хот-дог. И нет, ребят, это будет не обычный хот-дог, а вкусный хот-дог. У большинства людей в стереотипах хот-дог это булочка, майонез и кетчуп и сосиска. Но в этом видео вы сегодня увидите совершенно другой хот-дог. Так что погнали. Для создания хот-дога нам потребуется батон, три сосиски, как раз под размер нашего батона. И это очень даже хорошее средство для самообороны. Но в моём случае для самоувечий, потому что я не умею махать нунчаками. И сосисками, как вы заметили, тоже. Так что я буду использовать наши сосиски по назначению. Также для этого потребуются различные соусы. Кетчуп, майонез и сырный соус. И хочу сразу напомнить, ребят, я не делаю этот хот-дог по рецепту. И скорее всего это будет не хот-дог, а обычный дог. Потому что я его буду делать не горячим. Это скорее всего будет напоминать какой-то сэндвич. Но такая пища мне нравится гораздо больше. По сути я вам сейчас поведаю одну из моих любимых пищ. Так сказать, бутер. Но это хот-дог. Также нам потребуются различные овощи и уксус. Ну и само собой обычный сыр. А начнём мы, пожалуй, с самого плачевного. Ну, типа лук как бы. Для начала его нужно аккуратно почистить. Аккуратными тоненькими слоями нарезаем лук. Сейчас всё это разделяем и засыпаем вот в эту тарелку. Вот честно говоря, я вот терпеть не могу лук. Потому что это самое худшее, что есть. Я хочу плакать. Теперь нам нужен уксус. Заливаем наш лук уксусом. И ждём всё это около 15 минут. Уксус тоже отвратительно пахнет. Следующий ингредиент, который нам нужно приготовить, это обычные сосиски. Для начала их нужно очистить. Теперь на полторы минуты ставим в микроволновку. А теперь мы переходим к следующей части наполнения наших булочек. Наполовину разрезаем нашу булочку. А теперь раскрываем нашу булочку вот таким вот образом. Берём наш лук. Заливаем это дело майонезом. А теперь тоненько нарезаем помидор. Кладём на нашу булочку. И плавно засовываем нашу сосиску в наши булочки. Сейчас, конечно, мало кто поверит, но нам нужно эти огурцы, нарезанные, положить в наш хот-дог. Кладём. А вот тут уже дело идёт на выбор. Либо сырный соус, либо сам сыр. Но я люблю сырный соус, так что сырный соус. А теперь, ребят, самый важный момент при создании хот-дога, который ни в коем случае нельзя упускать. Ни в коем случае не пропускайте этот шаг. Каждый, кто делает этот хот-дог, обязательно это должен сделать. Закрываем наш хот-дог. Наш хот-дог готов. Это мало чем похоже на хот-дог, разве что формой. Но это чертовски вкусное. Ну, наверное. Сейчас попробуем. Ну, пожалуй, начнём с того, что этот агрегат весьма трудновато поместить в мою вратовую полость. Так что выбирайте булочки поменьше. Ну, а я попробую попробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok